приветствую мы находимся на стыке двух районов гагаринского от юго-западный административный округ и рамен это западный административный округ и здесь от очереди гагарина и ленинского проспекта и дома с фильмовской улице и воробьевского шоссе параллельно долгообразному изгибу москвы реки вот в лужниках проходит улица косыгин вот по мосту примерно середине она пересекает проспект вернадского но и также отходит и вечеринский проспект но нет другие улицы рядом находится сам центр ленинский проспект и непосредственно на саму саму улицу танцы метро не выходит но рядом на пусть ленинский проспект недалеко от начала улицы и метро воробьеву город это в середине улиц как раз употребление с проспектом вернадск вот начало чинит эскалаторную такую эстакаду да вот и вполне возможно что основу и сделают можно будет от метро воробьев горы подниматься вот на сами и гор на вершину гор как раз на улицу косыгина до эскалатор магический по лестнице идти там как-то да не по вход а непосредственно как это вот было еще в советское время по эскалатору мы посмотрим сейчас реконструкция по моему в сентябре этого года началась наверное она успешно завершит через какое-то время кстати улица бульварного типа так что по сути это не улица даже больше бульвар бульварного типа и то есть она стоит из двух проезжих частей с односторонним движением комбинат транспорта по трем полосам в одной в одном направлении и в другом тоже направлении а между этими проезжими вещами находится сквер бульвар на всем протяжении эта улица идет вот такая асфальтированная дорожка и по ней много деревьев скамеечки ну все как обычно вкусное освещение из фонари ну так и тихо зону отдыха можно вот идти по всему бульвару прямо посередине по центру и его бульвару и смотреть направо вот кроме того нас конечно все четную сторону это вы занимать природный заказник воробьеву горы и в том числе здесь именно находится знаменитая смотровая площадка самый главный смотровая площадка нашего города воробьеву горы как раз на против мгу при этом то есть с одной стороны смотровой площадке можно в центре мгу на главные здания и туда вот идет университетский проспект тоже как раз подход университетская площадь а потом она переходит идет по университетского проспекта тоже можно дойти до мгу а с другой стороны самой этой площадке вниз открывается очень красивый вид на лужники на москварику вот на самом склоне этих воробьевых гор и дальше туда вот на стадион лужники и вообще разные спортивные сооружения которые находятся на лужницкой набережной и вообще вместо лужники а вот до третьего транспортного кольца и улица храмов честиво который за третьим транспортным кольцом на очень красивый вид открывается мой туда вдали красиво видно на разные дали конечно навсегда сейчас советских не он когда я сделали по отличным пятидесят четвертым как бы там площадку она была открыт не уже больше 50 лет и вот сих пор на улице неизменной популярностью вот сказать что эту улицу она раньше была частью воробьевского шоссе до которого на час как раз доходит где она за час заканчивается поэтому воробьевская шоссе сейчас видите очень короткой и кажется как же такой за 6 под страны да вот всего там меньше километра это будет шоссе ну а когда то нужно вот это шоссе как раз вот вот раз все современные улицы косыгинка как раз алининского проспект поэтому что это был намного больше много километров и вот поэтому а сейчас это только остаточек шоссе осталось ну вот это была часть воробьевского шоссе отлично пути с первом году часть пробьевского шоссе вот эту нынешнюю назвали вот улицы косыгина есть председателя совета министров ссср ну может так главы правительства если выражать современном термин до премьер-министра вот и 164 180 80-м годах алексея косыгин который который жил пришел четвертом но как раз ты еще по 70 году то есть он до смерти был писать со мина умер на этой должности и он как раз жил здесь вот на эту улицу в доме номер 8 который сохранился в моде смотри вот ну естественно это учиться от трассы и президентские правительственные кортежи будут высокие чиновники и поэтому она усиленно охраняется служба инфосу вот начали улице находится два института академии наук вот на огороженные территории хорошо зелененный это есть теоретические физики по номерам 2 которые работают и что кричатого года и пишут решетом году со дня основания из на горе основателем его был и идут еще то есть четвертого года до смерти здесь работа физик пётр копиться не на территории есть его дом-музей также здесь работают и тоже известный физик лев ландалы но и многие другие везде тут ну а рядом владение по номер 4 находится институт биохимической физики институт химической физики два института на одной территории находится тоже российская академия наук вот это так называемая мамонова дача еще на за эту садьбу васильевская строение 17-19 веков построена она влада для князя василия долгорукого крымского потом где владел николай юсупов князь тоже потом дмитриев мамонов поэтому называют мамонова дача был такой известный деятель но и многие другие потом где владели сохранил главный дом усадьба оранжереи некоторые там усадебные постройки парк сохранился вот который спускается в москве реке ну и сама усадьба поиск нам нависает на москву но к сожалению все огороженное туда попасть нереально для простого человека если только для сотрудников институтов которые здесь находятся ну так что-то немножко там проглядывает особенно конечно ну скажем так когда нет листы то есть не летом летом там вообще почти но когда осенью там немножко зимой там когда снег немножко мешает а вот когда листы нет поздней осенью когда снега пока нет ну да что то можно увидеть опять же далеко не все к сожалению а вот ну а института института здесь работает 314 3-го года и кстати там находится неподалеку жилой дом для сотрудников институтов трехэтажный под номером 6 314 9-го года постройки а напротив находится гостиница корстон москва под номером 15 это бывшая гостиница орленок 317 6-го года постройки но интересна она тем что здесь жили некоторое время приезжали в москву ребята которые есть ну потом их отправляли в пионерский лагерь артек который находится в крыму вот они еще и жили какое-то время в этой гостинице а потом уже отсюда отправлялись в пионерский лагерь вот ну естественно гостиницу перестроили пацаны под современные требования назвали по другому а дальше находится уже довольно интересная территория это центр творчества детей юноши юношей центральный центр такой да вот большой на очень большой территории под номером 17 это был бывший дворец пионеров не школьников на нескольких горах который был построен 362 году и включал себя 1200 разных групп вот разных кружков групп по разным направлениям тут дети ну и сейчас в общем то сейчас даже больше году не полторы тысячи ну то есть не такой центральный как бы такой учреждение которое занимается именно развитием детей ну по интересам астрономии физикой кимии математика там физкультура ну любые спортивные там управление хореографии то что угодно вот или тут большая территория хорошие и там главное здание красну послойных шесть втором году ну и там пруд даже находится на территории всякие инструменты разные строения тоже находятся и вот в этих вот зданиях там и под открытым небом всякие там спортивные площадки находятся вот и большая территория такая вот выложена мозаик это главное здание вот и вот там дети занимаются науками из миску совершенствуют звонал очень важный такой объект вот напротив него находится спец батальон после дпс о спец трассе как раз по этой который непосредственно служит вот это вот улицу досыгина мы прилегающим вот это кстати тоже интересное здание в 1 18 это бывшая дача грачевых на трехэтажное здание начала 20 века затем была дача генерала андрея власова ну а с 340 года сюда объехал гаи как-то называл сейчас и бдд до госавтоинспекция но и с тех пор угроза не принадлежит милиционерам а напротив находится за проспектом вернадского недалекое отличие с просветка вернадского кстати пересекаем его проспект вернадского по воробьевскому мосту вот там внизу проходит паспекта на сковородерский мост был построен где-то 60-х годов вот и дальше идет вот здесь слева институт геохимии и не вернадского селька академии наук ученого научного учреждения подобных 19 и работа на встречу 55 года вот кстати здесь вернадский тоже одновременно работал вот ну дальше 10 мы видим как раз непосредственно сами природный заказник воробьева горы вот сами воробьева горы идут спортивное сооружение канатная дорога вот недавно была открыта когда в 2018 году вот и лыжный трамплин тоже так что в канатной дороге можно другой берег попасть по 700 рублей вот далее находится храм святой троицы по номер 30 1813 года постройки вердонтального типа с колонными портиками нужно более известный храм который никогда не закрывался советское время что касается жилых домов жилые дома тоже на улице есть от восьмиэтажный дом под номер два 2010 года постройки от российской академии наук восьмиэтажный так жилой дом под номером пять и 161 году постройки шестиэтажный дом под номером восемьек разжил косыгин а также ел бы жил много неизвестной личности ну а сейчас он сдается в наем людям ну естественно очень богат далее 4-этажный дом под номером десять и еще точно что года построить и жил горбачёв три 16-этажных дома в 1160 году постройки ну в принципе это обычные советские дома и китар дом под номером 13 174 года постройки до бц спс это профсоюзов двадцатый этажный дом под номером 13 13 до 30 года постройки но это такой фамильный дом воробьёва и очень элитный жилой комплексе живут очень много известных так сказать людей нашего времени вот это построено на месте бывшего детского сада российской академии наук шестиэтажный дом под номером 19 корпус 1 2005 года постройки это семейный клубный дом монолит ну дальше по другой стороне находится двухэтажный дом там огороженную территорию за храмом двухэтажный дом где жил хрущев была его резиденция 355-64 годах и здесь сейчас живет геннадий тимовченко один из наших нынешних олигарх а дальше идет очень много гостевых домов фсо и справа и слева номерами 3240 и 5571 они все двухэтажные и что-то готов постройке но скорее всего они сейчас уже перестроены под современные но здесь жили члены цк кпсс советской линии также раньше был бом прием администрация континент чат вроде вас не смеем 1 42 я раньше был приемца как был 362 года постой ну и заканчивается уже киностудия мосфильм вот которая чистка мосфильных курс точнее что уходить сюда вот на ведь здесь очень много чего интересного посмотреть так что приезжайте смотрите адрес всегда лучше всего на троллейский проспект или воробьевы горы на троллейбусе номер 7 который проезжает с ним приятных прогулок и данного встречного